18 июля 2018 года в Москве прошел первый легально разрешенный митинг против повышения пенсионного возраста. Организовала его гражданская солидарность. Организовала его в значительной мере вопреки решению других участников коалиции против повышения пенсионного возраста, которые не решались проводить этот митинг, боялись, что он сорвется. Считали, что место, которое разрешает власть в Сокольниках, это место непригодное для того, чтобы собрать массу людей. Тем не менее, именно по инициативе гражданской солидарности, которая взяла на себя ответственность за принятие решений, митинг состоялся. Он превысил разрешенную властью численность в разы, по крайней мере в три или в четыре раза. То есть там было до 4000 человек по подсчетам самих же полицейских. И тем не менее, можно сказать, что, хотя это не огромная масса людей, это не огромные толпы, это маленькая, но очень важная победа, потому что это дает старт большому и серьезному движению. И это дает нам основания говорить о том, зачем мы вообще создаем гражданскую солидарность. Почему коллектив Рафпора поддержал это движение, инициировано Георгием Федоровым. Почему мы считаем это движение актуальным, необходимым и очень важным сегодня. Потому что это не новая авангардная партия, не новая группа, которая обещает вам правильную идеологию, или обещает вам, что завтра мы устроим социализм, или вообще какое-то царство справедливости на земле. Нет. Это движение, которое строится по сетевому принципу, и которое ставит перед собой очень простую задачу. Последовательную, решительную борьбу за социальные права граждан, социальные права трудящих. Именно в этом качестве гражданская солидарность необходима и незаменима. Это всероссийское движение. Движение, которое зарегистрировано уже в качестве всероссийского. Это движение, которое мы сами, вот здесь, сейчас, каждый из нас, каждый из тех, кто это смотрит, захочет это делать, может и должен создавать, формировать, двигать вперед. Потому что это инструмент для реальной, практической социальной борьбы, которая должна делаться, повторюсь, здесь и сейчас, именно сегодня. Именно в той ситуации, в которой мы оказались, когда нужно организовать наиболее широкие силы для социального движения, для защиты наших миссионных, социальных и гражданских прав. Субтитры создавал DimaTorzok